Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов Так, этот дымоход я вам показывал уже, как устроен Теперь вопрос печи Очень мне сильно она понравилась Буду ее оценивать непредвзято Потому что ко мне заказчики обращаются Периодически спрашивают, какую печку купить Либо какую посоветовать Объясню Это, по идее, хорватский, либо славянский производитель Пламень Давайте с самого начала Я открыл у нее дверцу У нее есть пружинка стоит, которая автодожим Автозакрывание дверей Это большинство, сейчас никого не удивишь этими вещами У нее двухслойный чугун Здесь двойная стенка стоит И здесь двойная стенка Задняя стенка, помимо того, что она двойная У нее еще есть конвекционный кожух Алюминиевый То есть для того, чтобы конвекцию обеспечить Проходила через нее через стенку нагретую Воздух большое количество И выходила наружу И плюс то, что мне в ней понравилось В стальных печах Это очень много Везде встречается сейчас современных В чугунных нет Вот эта вот регулировка Это дожиг Вернее, подача воздуха Подогретого В камеру сгорания То есть он проходит Воздух попадает в эти отверстия Проходит между двумя стенками И выходит вот в этом месте С одной стороны И со второй Теоретически То есть сделано как по принципу Топливного котла Для того, чтобы дрова сгорали Более эффективно И КПД печи увеличить Также для обдува стекла Используется вот такая регулировка То есть воздух поступает на стекло Тем самым повышается здесь температура Скорее всего это робокс ставится Не знаю Могу предполагать, что это робокс Сейчас уже когда грань сделана То уже не поймешь Потому что робокс У нее здесь отлив идет на стекле И конструктивная особенность такая Что на нижнем чугуне На вот этой вот пластинке На дно печи По инструкции необходимо укладывать песок Для более равномерного распределения тепла Ну посмотрим Время покажет Как бы Вполне возможно Что хоть ничего сделан Потому что если мы возьмем Меркурий и Гучу У него в инструкции такого не было Хотя похоже Дно сделано тоже ребристое Посмотрим Время покажет И здесь такая ворошилка Для того чтобы Скидывать Золу Ну и зольник Зольник Алюминиевый Ну вернее оцинкованный Да Ну если со временем даже прогорится Там снержавейки Сделать за 20-30 долларов Я думаю проблем Не будет никаких Поэтому очень мне эта печка понравилась И плюс еще Можно ее обслуживать сверху Доступ у нее есть Если здесь закоптилось Либо там прочистить Горизонтальный участок То это можно сделать Сняв В эту верхнюю панель И конечно Что отличает От печей Советского Ну страна СНГ Теперь не советского А страна СНГ То что в Европе Очень Относится Относится Щепетильно К Выбросам СО Поэтому обязательно указывают Количество выбросов И что немаловажно На выходе температуру газов К сожалению Белорусские производители Которые встречаются И большинство российских Эту информацию не дают И это большой очень минус Поэтому Рынок наш сдвинется тогда Когда Вот эта такая информация Будет указана на Белорусских Или российских печах Потому что Ну это уровень уже Это европейские Как бы там печка Она не горела Выброс СО2 в атмосферу Это очень важно Потому что Одно дело Когда у вас все улетучивается А другое дело Когда задерживается И все сгорает В печи Все Сейчас мы проведем Первый запуск ее Сейчас мы произвели Первый запуск Сразу дверь закрыли Все видите Сейчас горит только бумага Дыма вроде не чувствуется И вот он начинает Вырабатываться И весь дым уже забирает В дымоход Сейчас разгорится Потому что меня интересует Именно как работают Как реагируют На закрытие воздуха И на вдоль стекла Сейчас видите Да Как дым идет вдоль стекла То есть воздух попадает Довольно большое количество Ну снова уже Надо чтобы разгорелось Чтобы делать какие-то выводы Радую Что схватило Поэтому пока Еще плохого Про эту печку Сказать не могу Как говорят С одной спички Зажглась И постепенно Постепенно Распаливается Все Она сейчас раскачегарится И потом я уже сниму видео Когда Будем переводить ее В разные режимы Сейчас произвели Вторую закладку дров Видите Если по поленицу По нижнему Она немножко Еще даже осталась Где-то через минут Наверное 5-7 Сейчас у нас Такой результат Видим Стекло Не коптилось Ни в начале Ни в течение Там 5-7 минут Стекло Осталось чистое На это Можно Много факторов Влиять Одно из них Если сырыми дровами Будете топить То стекло Будет практически Всегда грязное Это раз А во-вторых Неэффективно Работает Вот эта Подача воздуха На стекло Вначале Я вам показывал Что Дым Прямо проходил Вдоль стеночки Вдоль стекла И сажа Если она Образовывается Начинает сгорать Здесь Никакого Затемнения Не было Продолжение следует Сейчас она еще Немножко поработает И еще Наверное Минут 10 Я Поиграюсь С задвижками Видите Как работают У нее Регулировки Сейчас она уже Набрала обороты Поэтому Сейчас буду Закрывать Подчередно Задвижки Будем смотреть Как она регулирует Так Начнем мы Со стекла Теперь Открываем Потихонечку Теплами идет От нас Мне интересует Давайте Закроем Вот эту Задвижку И закроем Подачу воздуха Отсюда Чтобы реагирует Реагирует Как и все Чудренные печки Наверное Вот ограничение Подачи воздуха В камеру Сгорания Результат Как большинство Чугунных Вернее Как все Чугунные печи Ничего особенного Нет Если вы хотите Уже добиться Затухания Пламени То здесь Конечно Надо определяться На печах Стальных С шамотным Обрамлением Потому что Там гораздо Легче Все сделать Должны понимать Что такое В литейке Изменить Конструктивную Особенность печи Что такое Надрезать Либо сделать Пару отверстий В шамотной плите Поэтому Это в первую очередь С печкой рассчитана Это классика Это классика Сейчас открою Все задвижки Открою Эту задвижку И она схватилась Но при этом Дрова горят У нее медленно У нее не горят дрова Они не вылетают В трубу Это Ну конечно Радует Потому что Многие печки Которые запускают Они сразу Все выходит В трубу К сожалению И большой Очень расход Дров Здесь Таких проблем Не будет Экономично Это не экономично Но это для каждого Экономия своя Кому-то там Фуры Это экономично У кого-то Зубренок Прицеп Дров Не экономично Поэтому Мне эта печка Понравилась Своих денег Она стоит Довольно аккуратненькая Здесь Пластмассовая Ручка стоит То есть Нагрела Здесь Где-то 60 градусов Примерно Видите Да Отрагиваюсь Сейчас покажу Как дымоход Работает Дым Сюда Не идет Его сразу Забирает Видите Поэтому Так должен Работать Дымоход Это если Правильно Дымоход Не важно Это камин Либо Печь Камин Это говорит о том Что дымоход Сконструирован И смонтирован Правильно Потому что Если вы открываете И на вас И идет Прямо Столб дыма У вас Проблемы С тягой Либо рассчитан Дымоход Неправильно Либо его Неправильно Смонтировали Поэтому Это надо Обращать внимание Если вы оказались Заложниками ситуации Ну Вам просто Не повезло Все Еще раз Покажу Как это выглядит Со стороны Я результатом Доволен Своим И дымоходом И печи Она меня обрадовала И удивила В первую очередь Все Всем хорошего настроения С вами был Дмитрий Михайлов Подписывайтесь на мой канал Заказывайте мне Монтаж дымоходов Ну Конечно Буду рекомендовать Печки Если есть какие-то у вас Варианты Потому что Опыт у меня Довольно большой И что появляется На белорусском рынке Я могу советовать вам Ну Снова же Если вы мне скажете Есть три печи Какая из них лучше Я вам дам совет Никаких проблем Все Всем хорошего настроения Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok